Евангелие от Марка Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес, «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Завидея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистыми, вскричал, «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему. И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный и, умоляя его и падая перед ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных. И приходили к нему отовсюду.